Нашла. Я здесь сделала закладочку. Я уже как-то делала подобное открытие для себя, когда ходила на концерт. И в большом зале я сидела, и у меня были подобные мысли, когда я смотрела на всё это количество народа, и что они пришли тоже на концерт. Сейчас я вам зачитаю кусочек. Конечно, путешествия не всегда решают проблему. Иногда о них даже и речи быть не может. Но мне поездки определённо помогают. Мы, может, и застряли в собственном разуме, но физически способны двигаться. Примещение в пространстве иногда облегчает боль разума. Движение – это противоядие от неподвижности, в конце концов. Оно помогает. Иногда, только иногда. Путешествия делают человека скромнее, писал Гюстав Флабер. Они помогают понять, насколько ничтожно то место, которое он занимает в мире. Странно, но мысль об этом дарит свободу. Особенно, когда человек подвержен болезни, которая, с одной стороны, понижает самооценку, а с другой раздувает пустяки до огромных размеров. Ну и здесь он дальше пишет, что точка зрения такова, что стоит куда-то выбраться, вне своего круга комфорта, куда-то поехать или в другую страну, в другой город, или просто пойти на концерт, где много народу, и там попытаться подумать о своих проблемах. И вы понимаете, что ваша проблема – это крупинка в пустыне. То есть, это практически ничто по сравнению с огромным миром. И, в принципе, с этой точки зрения становится немного легче смотреть на свои проблемы. Так что, если вы считаете, что вы на грани самоубийства, советую почитать. В этом плане книга интересная, но если вы просто, у вас какие-то грустные мысли, то это вам не поможет. Мне, в принципе, помогла, но что-то такое вот в памяти у меня особо не осталось. То есть, если просто как иногда заглядывать, какие-то моменты оттуда перечитывать. Вот. Ну, можно сказать, мне было интересно просто почитать биографию человека, автора. Вот. И дальше мы переходим к Норе Робертсу. Я просто влюблена вообще в этого автора. Я сейчас скупаю машинально все ее книги. Ну, какие я вижу в продаже. И вот по поводу этой книги, это Нора Робертс «Сновидения». Мне подписчица... Ой, какая-то мушка. Мне подписчица писала... Даша ее зовут. Я читала «Сновидения». Это просто жесть. Но очень классная книга. В этой книге есть такие пошлости. Ну, во-первых, не знаю, видно или нет, здесь есть значок 18+. Поэтому, если вам нет 18, я бы не советовала. Да, тут есть пошлости. Ну, не пошлости. Здесь есть откровенные любовные сцены. Причем с подробностями. Вот. Но книгу могу посоветовать. Для любителей детективов, завернутых сюжетов. Вот то, что надо. Я бы хотела вот в плане Даши, да, ее вопросов, ее комментариев ответить. Я бы сравнила вот эти две книги по пошлости, о которой вы пишете. Вот это гораздо жестче. Но в плане... Тоже тут можно было бы долго на эту тему разговаривать. Здесь автор женщина, здесь автор мужчина. Написано абсолютно по-разному. То есть, я бы... Я сначала бы сказала, да, что эта книга более пошлая. Но так как они написаны разными авторами, разнополыми авторами, то они по пошлости примерно одинаковые. Только мужчина пишет очень жестко, агрессивно, откровенно, с налетом такого небольшого насилия, скажем так. Ну, не в прямом смысле насилия, но как бы принуждение, что ли, к близости. В то время как женщина пишет более чувственно, более нежно, с такой... с налетом вот откровенной любви. Все-таки разные авторы, разный подход к ситуации. Вот. Так что особой пошлости в этой книге я не нашла. Там было, ну, три, может быть, две-три сцены такие довольно откровенные. Но это не такая пошлость. То есть, если я подозреваю, что Даша не достигла 18-летнего возраста, но все-таки книга ей понравилась. Книга хорошая, интересная. Советую к прочтению. Мне очень понравилась. Немножко я не поняла, почему она называется «Сновидение». Только, наверное, к концу книги. То есть, это было связано со снами главной героини. Ну, изначально не было понятно, почему так называется. Вот. Ну, советую. Так. И сейчас еще тоже в сравнении. Отложу ее. Так. Следующей книгой была Кендери Блейк. Анна в кроваво-алом. Анютка, ты мне, по-моему, писала, что эта книга, по моему озвучиванию выжимки из нее, она, наверное, будет самой ужасной. Нет. Мне очень понравилась. Очень чувственная книга. И я бы сказала, что она... Ну, все-таки она о призраках, да, и об охотнике на призраков, как я уже читала аннотацию сзади. Мне очень понравилась книга. Она скорее даже... То есть, вот эта вот история о призраках и об охотниках на призраков, она как бы идет фоном. Но суть книги в психологическом взаимодействии людей в семье и обществе. То есть, вот так я бы даже загнула. Ну, если так, в общих чертах, да, книга о маленькой девочке, у которой были проблемы в семье. И она обозлилась после смерти, да, поскольку мы про призраков говорим. И вот эта вот психологическая детская травма, полученная в родной семье, в родном кругу, да, она выросла вот в такую месть всем окружающим. И об этом здесь пишется. Мне понравилось еще тем, что очень, очень... Вот это слово чувственно. Очень чувственно написано. То есть, были моменты, например, когда... Тоже такой немножко спойлер. Когда сообщалась информация родственникам, да, каких-то людей. Очень это все откровенно написано так, что даже можно было всплакнуть пару раз. И какие-то такие моменты, вот где начали рассказывать об этой девочке, о ее детстве, о том, что с ней случилось. Я прям рыдала над книгой, вот реально не могла остановиться. Вот, очень такая... Мне понравилась. Она скорее такой психологический триллер. Вот, то есть, это не детектив, это психологический триллер. Советую. Ну, для любителей, наверное. То есть, здесь нету расследования. Здесь есть убийства, много убийств. Но расследований как таковых особо нету. Но есть вот эта вот линия, где, как бы, судьба человека раскрывается. Вот, так что вот такая книга. Советую. Могу посоветовать. И последняя, чем я закончила, январь. Это вот такая вот книга. Нора Робертс. Охота на бабочек. Тоже, вот я чего хотела вам сказать в сравнении, да, с этой книгой «Сновидение». Эта книга куда более откровенная, чем «Сновидение». И если вам нет 18, я бы не советовала такое читать, потому что, если здесь 2-3 сценки, то здесь просто на каждой странице откровенные какие-то моменты. Но когда ты читаешь сам сюжет, ты, как бы, в него, вник, в нем крутишься, вот эта откровенность, она, как бы, в порядке вещей, она крутится фоном, и ее особо не замечаешь. В плане чувственности той же, да, вот эта книга мне понравилась чуть больше, потому что здесь тоже раскрывается какое-то отношение между людьми, и тоже были моменты, когда я просто рыдала над книгой и не могла остановиться. И настолько было вот тонко прописано вот это вот отношение людей к погибшим родственникам, у меня просто ком в горле стоял, и слезы наворачивались сами собой. Ну, очень, очень мне понравилась именно эта книга, больше, чем эта, но сейчас про эту расскажу. Здесь сюжет такой более закрученный в плане каких-то приключений и именно расследования, то есть здесь особого взаимоотношения не показывают, здесь именно вот какая-то такая ниточка, клубочек с расследованиями, с новыми подозреваемыми, новыми преступлениями, которые связывают главного подозреваемого, и главной героиней, она постоянно что-то копает, ищет, ищет. Ну, тоже мне понравилась, хорошая книга, могу посоветовать ее как детектив. Вот, и как я уже сказала, я подсела на Нору Робертс, и я теперь скупаю ее книги и продолжаю читать. Вот, и тоже, как я уже сказала, если вам нет 18, я бы не советовала, поскольку книги довольно откровенные. И я еще посмотрела, насколько я поняла, она писала или пишет сейчас любовные романы, поэтому, наверное, из этого у нее перекликается любовная вот эта вот линейка с детективами. Вообще, про автора я узнала несколько новых моментов, то есть, она сама была детективом, и вот эта главная героиня Ева Даллас, это как бы ее, как сказать, ну, она же сама героиня этой книги, то есть, она придумала этот псевдоним Ева Даллас, детектив, и она как бы пишет про саму себя, про те, ну, как бы, те преступления, те какие-то расследования, которые она вела, ну, немножко передианной. Вот, ну, это такое лирическое отступление, это я просто недавно узнала, хотела еще почитать про самого автора побольше. Мне это заинтересовало, что человек сам был детективом. Вот, и, в общем-то, что еще хочу сказать. Книга понравилась, прочиталась она быстро, буквально за три или четыре дня. Было интересно, не могла оторваться, постоянно читала на кухне, в комнате, при телевизоре, пока готовила, пока убиралась, постоянно читала перед сном, то есть, не могла оторваться. В общем-то, интересно, но, опять же, 18+, и тогда можно читать. Вот такой у меня был обзор, надеюсь, было интересно, если было интересно, ставим пальчики вверх, мне будет очень приятно. И оставляйте комментарии, если что-то вдруг возник, какой-то вопрос. И, опять же, скажу, что ссылочки на все книги будут под видео в описании, так что проходите, знакомьтесь, читайте рецензии и приобретайте, если что-то вдруг очень понравилось. А мы с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok